Сегодня убрано 13% площадей, 1.115.000, средняя урожайность 38,8. Добавили к уровню прошлого года на сегодняшнюю дату плюс 6 центнеров. Ну, отрадно то, что в принципе все в области у нас идут с плюсом по урожайности. В этом общем каравае 300 тысяч тонн как раз есть у нас азимовая ячменя, 51,5 центнеров по кругу. Все в области добавили и вот с учетом вот этой всей позиции, 60 тысяч у нас было на этот год, и вот планируем на следующий год порядка 200 тысяч бетон. Ну, знаешь, я не хочу, чтобы мы, извини меня, заболтали этот азимовый ячмень. Уже, ну, мы-то понимаем аграрии, что такое азимовый ячмень и почему там президент давит на эту культуру. Но другие думают, а вот тут вот как Хрущев когда-то кукурузный початок показал и все поехали. Да нет, для нас азимовый ячмень спасение. Прежде всего потому, что он попадает в тот период вегетации, когда есть какая-то влага. После весны наиболее увлажненные почвы. И вегетация у него май-июнь месяц. Если не весна такая поздняя, мы бы уже в начале июля его убирали. Ну, 10 июля где-то убирали. Так же? Да, да, да. Поэтому для нас это спасение. Особенно вот на южных рубежах. В Гомельской надо области пробовать, коль влаги не хватает. Да, он любит более плодородные. Ну, надо удобрить, надо подкормить. Тогда и будет ячмень. Вот я специально экспериментировал, разные поля смотрел. Там, где технологически правильно посеяли. Вот 80 примерно центнеров у гектара. Никогда это поле не видело такой урожайности. Но там академик стоял и смотрел. Так, посмотрел по графику. Это надо вносить. Вносят. Глифосат вовремя. Органику вовремя унесли. Запахали вовремя. Посеяли вовремя. И даже сложный был для того поля год. Но ячмень 80 центнеров. Слушай, если бы у нас такой был урожай. Супер. Конечно. Тут тоже надо нам смотреть. Нам надо технологически правильно все делать. Так меньше надо, может быть, и зерна этого сеять. А больше заниматься там силосом кукурузы. Кукурузой там. И травами. Белком надо будет заниматься. Поэтому я поднял вопрос озимого ячменя. Потому что, ну, надо пробовать. Год на год, конечно, не приходится. Но в прошлом году он у нас хороший дал урожай. И в этом хороший. Значит, надо сеять. Поэтому со всех позиций озимый ячмень надо возделывать. Да, в советские времена, я помню, наплевать, к этому относились. А сейчас мы видим и технологии, и техника другая. Люди другие. Сейчас мы запросто можем хорошее урожай получать ячменя. Ну, так надо смелее пробовать. Но опять давить ни в коем случае не надо. Они должны сами определиться. Опыт есть. Они должны определиться, сколько возделывать эта ячменя. Должен быть разумный баланс.